Добрый день, Серёжа! Любые другие дни недели делать то, что мы делаем, а именно пытаемся противостоять той лавине негатива, которая движется со стороны, назовём это левыми, но там все оттенки есть этой левизны. К сожалению, повестка дня сейчас очень непростая, включая телевизор или компьютер, мы тут же видим такую информацию, которая не может радовать. Но, тем не менее, мы продолжаем печатать свои материалы, мы продолжаем записывать свои ролики. И более того, кто-то, я думаю, это лучшие представители нашей общины, я не люблю это слово «наша община», но те, кто говорит и понимает по-русски, давайте так скажем, принимают ещё и активное участие в поддержке тех, на кого у нас всё-таки всегда особая надежда, а именно в поддержку полиции. И вот сегодня именно об этом мы поговорим с нашей любимой нью-йоркской собеседницей, журналистом Леной Приговой. И я надеюсь, что Серёжа Зацепин тоже поучаствует в этом эфире, потому что есть чем обменяться Нью-Йорку и Чикаго в этом вопросе. Лена, добрый день. Добрый день, Чикаго. Добрый день. Мы как-то идём с опережением времени ровно на час, поэтому у нас события раньше начинают закручиваться. Событий много, события разные, но, честно говоря, есть радостные и есть не очень. Последних, как правило, больше. Я всегда считала, что журналист, который призывает людей встать с колен, встать с диваном, должен показывать пример. Я всегда считала и считаю, что люди неравнодушные должны объединяться. Я всегда помнила слова Бруна Ясенского, которые он написал давно-давно, в 1937 году, о равнодушных. Потому что именно благодаря равнодушным в мире продолжает твориться зло. И это зло существовать будет ровно до тех пор, пока каждый из себя, как раба по капле, это зло не удалит. Пока он не встанет с колен, если вас пытаются опустить на колени, не становитесь на колени. И всегда помните, вот Игорь сказал такое слово, произнес община, я не люблю слово община тоже. Потому что община меня ведёт в первобытно общинный строй, а мы все люди. Помните просто, что we the people. Это самое главное, что мы должны всегда помнить. Потому что право быть народом состоит из права каждого быть человеком. И вот народ состоит из людей. Когда мы говорим, что вот у нас такая власть, вот у нас такой мэр, или у нас такой политик, или у нас такой конгрессмен, то посмотрите в зеркало и скажите, а что я сделала для того, чтобы у меня не был в городе такой мэр, такой конгрессмен, такой политик, которые за вас будут решать всё в вашей жизни. И вот когда критическая масса негатива уже переливается через всякий край, тогда даже люди равнодушные, которые всегда говорили, я вне политики, я не интересуюсь политикой. А я всегда говорила, а политика интересуется вами. И она всё равно придёт к вам. И вам придётся всегда занять какую-то сторону. Или сторону палача, или сторону жертвы, или сторону наблюдателя за казнью. Но казнь непременно будет. Вот сейчас у нас пригласили на казнь нашу свободу, нашу конституцию и наши права. И каждый из нас, опять же, решает своё место. О своём месте, вот на этом лобном месте. Я прошу прощения за повторение дважды слова «место». Потому что нам сейчас, нам говорят, вы должны знать своё место. А я помню, как нам говорили в той стране, откуда мы уехали, что мы должны тоже знать своё место. Но место свободных людей не определяется кем-то. Оно определяется вот той свободой и теми правами, которые у нас есть, которые закреплены нашей конституцией, которые закреплены во всех поправках. И первая поправка – это свобода слова. И я, как журналист, очень испытываю сейчас наступление на моё право говорить, писать, работать. Потому что мы живём в эпоху социального, виртуального общения. Это виртуальное общение, оно предполагает также социальные сети, потому что это самый главный источник, в общем-то, распространения информации. Для некоторых это главный источник получения информации, что тоже не совсем верно. Но я от теории хочу перейти к практике. В начале июня, даже нет, в конце мая, я написала большую статью, которая называлась «Blue Lives Matter» со знаком вопроса. И я подняла тогда, я помню, этот вопрос, очень важный для меня. Потому что когда мэр нашего города поддерживает протесты, когда руководство города поддерживает протесты и сами участвуют в этих протестах, то это заканчивается всегда очень плохо. Потому что протест в той форме, в которой он сегодня возможен у нас, это протест хорошо тренированных марксистов. Мы это уже знаем, нам не нужно об этом рассказывать. Это протест, неважно на какую тему, потому что тема всегда найдётся под каждый протест. Если нужно будет защищать какие-то права, чьи-то придуманные права всегда найдутся желающие за деньги пойти и встать в ряды. И мы это хорошо прочувствовали как в вашем городе, так в нашем городе, так во всех мегаполисах, где у власти демократическое большинство, где консервативному голосу нет места, а консервативных граждан просто начинают бить в прямом и переносном смысле этого слова. Я не знаю, как в Чикаго, но я знаю, как в Нью-Йорке. Неравнодушные граждане, говорящие по-русски, создали на том же Фейсбуке ряд очень интересных групп. Эти группы заинтересовали, в общем-то, не только нью-йоркцев, они заинтересовали всех неравнодушных граждан русскоязычных нашей страны. Некоторые группы уже перестали быть чисто русскоязычными, потому что к ним присоединились англоязычные граждане, и мы пишем на двух языках, потому что нам необходима помощь, нам необходима поддержка. Так вот, в начале июня была создана группа Blue Tuesday. Эту группу создал мой друг, и я активно ему помогаю, активно принимаю участие. Мы просто поддерживаем полицию после того, как прозвучало слово «defund», после того, как прозвучало вот это слово «сокращение бюджета полицейских». И для нас это уже материализовалось недалеко две недели тому назад, в среду принят был закон. Они сняли очень большие деньги с полиции и перераспределили. Потому что любой «defund» заканчивается просто перераспределением благ. И эти блага они распределили на жителей определенных проектов, проектов. Это жители, как правило, чернокожие. Как правило, эти люди получают дотации и помощь от государства поколениями. И им просто решили дополнительно поставить еще и интернет скоростной. Потому что без интернета очень тяжело. Очень тяжело без интернета. Интернет нужен. О том, что заработать на этот интернет или пойти что-то сделать, ну, мы не говорим. Мы вообще не можем это говорить. Потому что как только мы начинаем говорить на эту тему, нам сразу говорят расисты, фашисты, нацисты и прочие исты. Мы уже привыкли. Это вот одна такая группа. Потом вторая группа, она называется «Standing up for NVC». Эта группа тоже очень большая уже. Уже 13 тысяч в этой группе. Тоже неравнодушных людей. Эта группа поддерживает полицию. Мы устроили протест. А недалее как две недели тому назад мы протестовали возле резиденции мэра Нью-Йорка де Блазио. И мы четко и ясно показали, кто мы и что мы. Мы поддерживаем полицию, мы поддерживаем закон, мы поддерживаем порядок. Самое главное – закон и порядок. Это то, чего нас просто пытаются сегодня, на сегодняшний день лишить. И есть еще группа, которая называется «With the people and why». Ну и еще много разных групп. Это ребята, которые занимаются патрулированием районов, где проживают русскоязычные населения. Почему? Потому что у нас были грабежи, у нас были марши, у нас были погромы, как вы знаете. Это всегда сопровождается мирное шествие в борьбе за справедливость. Она сопровождается погромами, поджогами, мордовитием и, конечно, увеличением преступности. Я прекрасно знаю цифры, которые у нас в Нью-Йорке. У нас почти на 50% с конца прошлого года увеличилась преступность и количество жертв этой преступности. И, как ни странно, те люди, которые радуют за Black Lives Matter, эти люди забывают добавить, что вся статистика смертей это статистика черного населения, чернокожего, которое убивает его же чернокожее население. Но полицию у нас сняли. Полицию нам запретили вообще хоть как-то реагировать на то, что происходит. Полицию у нас забрали право говорить, право защищать, и полицию у нас можно судить. Вот если ты подошел к преступнику и сказал «Разрешите, пожалуйста, я на вас надену наручники», а преступник говорит на букву «Ф» слово, обращаясь к тебе, и смотрит на тебя, и не хочет наручники надевать, вот полицейский его упрашивает. А если полицейский, не дай бог, еще прикоснется к этому человеку, то полицейскому грозит очень сильный срок. А иногда очень сильный и большой срок. Потому что полицейского можно теперь судить абсолютно за все, включая за то, что когда-то, где-то он что-то не то сказал или не то сделал. Вот за это с него теперь могут просто пенсию снять. Отработал человек 25 лет и вышел гол как сокол без пенсии, с волчьим билетом. Вот что с нами и с нашей полицией делает сейчас наша власть. Я хочу вам напомнить исторические параллели о том, что в 30-х годах в Германии фашисты пришли к власть, и они разоружили население, они уничтожили полицию. То же самое сделали большевики. Ничего нового сейчас не происходит, потому что все марксистские революции абсолютно одинаковы. Где бы они ни проходили, что бы они ни хотели делать, они всегда будут об одном и том же, о перераспределении. И вот сейчас мы наблюдаем это перераспределение в стране, в которой, казалось бы, такого быть не может по определению. Но все определения в 21 веке зачеркнуты, потому что история у нас в 21 веке пишется хунвейбинами современными, которые стоят в протестах, которые надевают специальный шлем, потому что они знают, что будет драка. Потому что когда мне говорят, что это мирный протест, я начинаю сомневаться. Ведь человек, который идет на мирный протест, он никогда не наденет шлем. Он пойдет с открытым лицом, ну сейчас, правда, в маске, и он пойдет мирно отстаивать свои права. Я заметила, что абсолютно все мирные протесты, которые устраивают сторонники нынешнего президента, это мирные протесты, которые поддерживают полицию. Они проходят под американскими флагами. И на этих мирных протестах звучит NYPD, как у нас это звучит. Или же на этих мирных протестах звучат USA, и люди скандируют USA, потому что приходят патриоты. И вот я вчера и позавчера принимала участие в маршах поддержки полиции. Эти марши были организованы уже не русскоязычным населением, но русскоязычные люди пришли. Пришли и шли вместе с людьми разных рас, разных религий, которые называют себя одной великой нацией, американцев. Вот мы, американцы, шли под нашими флагами. Мы шли радостно поддержать тех, к кому мы обращаемся всегда. Я сейчас могу вам сказать, первый марш, это было 4 тысячи человек, только в одном месте, где мы, в общем-то, прошлись. 10 блоков, 10 блоков, которые полностью растянулось, наше движение на 10 блоков. Это был поток. Малый, все-таки 4 тысячи, не 400 и не 40, но это было начало. И теперь мы будем объединяться. И, к сожалению, я могу сказать, что очень много людей, очень активных в Фейсбуке, в социальных сетях. Они говорят, ой, вы молодцы, ой, вы такие, вы такие патриоты, вы такие. А что вам мешает просто оторвать, простите, задницу от дивана и просто перейти в мир реальный, из мира виртуального и просто присоединиться к тем неравнодушным, которые за вас идут тоже, колонии, поддерживать полицию, поддерживать нашу страну. Мне задали вопрос, а вот, знаешь, вот все хорошо, но вот там очень много лозунгов за Трампа. А я задаю сразу контр-вопрос. А кто вам мешает прийти со своими знаменами, со своими лозунгами? Ведь мы же защищаем полицию. Может быть, вас смущает то, что мы полицию? Нет, не смущает. Нас смущает то, что Трамп. Ну так организуйте что-то свое. Но свое никто не организовывает. А под знамена Трампа становиться никто не хочет из вот этих продвинутых и либеральных, и которые недовольны тем, что им уже навязывают их условия игры. А игра все равно остается игрой. И она играется всегда по одним и тем же правилам. По правилам захвата власти, если вы не поняли. Вчера у нас была тоже демонстрация. И к этой демонстрации присоединилась контр-демонстрация любителей и сторонников BLM. И знаете, когда вы смотрите это где-то на экране телевизора или смотрите какие-то репортажи в газетах или на том же Фейсбуке, это одно. Когда вы видите кулак в 30 сантиметров от вашего лица, вы совершенно по-другому начинаете ощущать. И вот тогда это состояние наших бьют, и пора бы пойти уже научиться стрелять. А вы не думайте, что у нас это все мирно пройдет. Не пройдет. Потому что эти мальчики и девочки вовсе не за мир и порядок. Если люди кричат «de fan de police», это всегда заканчивается большой кровью нашего общества. Поэтому вы сами должны решить, хотите вы кроваво отхаркивать или хотите сидеть где-то и отсиживаться. Но они все равно придут. Они всегда приходят. Помните об этом. Об этом предупреждали те люди, которых ставили к стенке в 37-м, 38-м, 33-м в Германии и так далее. Думайте. Хунгвейбины, которые пришли, они гораздо страшнее тех хунгвейбинов, которые были в Китае. Те, потому что издавали свои дадзебао и ставили профессуру на колени. Эти смотрят гораздо глубже и гораздо дальше. И у нас здесь вариант не китайский, а кампучийский. Потому что я вижу лицо красного кхмера. И мне становится страшно. Но бояться не стоит. Надо просто идти с открытым лицом и говорить правду. Потому что против зла есть одно лекарство – правда. Если вы боитесь, поговорите с теми, кто не боится. Но не сидите. Не сидите и не ждите. Потому что вы сражаетесь за свое будущее, за будущее ваших детей. Вы должны каждый день как мантру задавать себе вопрос. Во имя чего я здесь? Для чего я поменял один строй? Для того, чтобы вернуться назад в будущее. Это очень-очень важно. Я просто призываю. Я понимаю, что сейчас будет рекламная пауза. Я все это понимаю. Но вы подумайте, о чем я сказала. Я – женщина, мать, жена. Я очень люблю жизнь. Я люблю радоваться жизни. Но я хочу радоваться жизни вместе с моей семьей, моими детьми и всеми близкими мне и единомышленниками. Я хочу радости. За радость надо в наше время сражаться. Лена, замечательно ты просто сказала. Невозможно было прервать тебя даже на секунду. Но я вот пока у нас буквально пару минут есть. Сереж, у меня вопрос. Не мог бы ты добавить что-то по Чикаго? Что было у нас в городе? Ну, это было не совсем в Чикаго. Это было в пригороде, где я живу. В Баффало-Гроф. Это небольшой город. Конечно, с Нью-Йорком даже с Чикаго не сравнить. Но, тем не менее, нашлись люди, которые бросили клич. К сожалению, я поздно об этом узнал. Узнал от своих друзей. Они мне сказали, ну, там, скажем, за неделю до этого, что они вот собираются прийти к полицейскому участку Баффало-Гроф, выразить свою солидарность с полицией. И я пару раз объявил об этом по радио. Вообще они рассчитывали на такое камерное шествие. Там несколько человек придут, выразить свою благодарность с полицией и так далее. Пару раз, буквально два раза это было в среду и в пятницу я об этом сказал. Около ста человек собралось, не так много народа. Для Баффало-Гроф, наверное, я понимаю, что из Чикаго люди не ехали сюда. Ну, для Баффало-Гроф это нормально. Хотя, знаете, если честно, я не думаю, что Баффало-Грофской полиции угрожало, так сказать, расформирование, потому что у нас все-таки как-то немножко нет, нет такого безумия, как у вас в Нью-Йорке, там Деблазио, там у вас Куома в штате. Хотя у нас, что касается Чикаго и самого штата, нисколько не лучше. Такие же, такие же волшебные на всю голову руководители. Да, волшебные на всю голову руководители. Вот. Были намеки на то, что придут люди с другой стороны, но они так и не появились. То есть, я не знаю, хорошо или плохо, небольшая заметка вышла в Дейли Хэролд, и там есть возможность оставлять комментарии. И вот один комментарий, Нора Фуэнтес там выразила свое фе по поводу того, что это было больше похоже на пропаганду трампистов. Я не знаю, там не было лозунгов «Трамп 2020», там были американские флаги, и больше ничего такого не было. Ну, а с другой стороны, почему бы и нет? Потому что администрация Трампа как раз выступает за то, чтобы не допустить дефинансирование полиции. Это демократы выходят с таким предложением, поэтому ничего удивительного, что люди, которые поддерживают Трампа, также поддерживают и полицию, закон и порядок. Противная сторона пытается разрушить институты, которые нацелены на то, чтобы соблюсти закон и порядок. Поэтому ничего удивительного в этом нет, на мой взгляд, и я не знаю... Здорово, Сереж, я думаю, что если бы это Нору Фуэнтус, если бы вы там погромили несколько магазинов, наверное, она бы тогда написала, что это наши... Я прошу прощения, я хочу один маленький штрих привести в такую ремарку, потому что она ставит все, как говорится, по своим местам, представляет. На первом, на первом марше, который был в субботу, собралось где-то около 20 мальчиков и девочек в черных обязательном наряде в черном с замотанными лицами, и они попытались мускулы показать. Но там были ребята, итальянцы, ирландцы, такие бодрые, с ними не забалуешь. Они четко и ясно дали понять, что не стоит ребятке даже рыпаться. И вот эти ребятки встали за полицией и просто полиция их прикрыла собой же. Это те люди, которые хотят дефинансирования полиции, хотят убрать полицию и считают лучшего копа это мертвым копом. И вот они стояли как трусливые зайцы. И мне было смешно на них смотреть, потому что это те люди, которым один щелчок надо дать полбу и показать, что кто в стране хозяин, они будут бежать. Потому что хоть они тренированы, хоть они пытаются хорохориться, они глупые дети, которыми очень сильно и удачно манипулируют очень мудрые Об этом мы, наверное, уже после перерыва поговорим. Единственное, подводя итог, скажу, как написал Олег Патлок, митинг прошел довольно скучно. Не разбили ни одной витрины, не сожгли ни одного автомобиля, никого не побили, никакую стату и не разрушили. Посему митинг прошел довольно скучно. Да, и нечего о нем вообще говорить. Мы вернемся буквально через несколько минут. Возвращаемся в радиоблог с Игорем Цесарским. Сегодня у него в гостях Лена Пригова. Телефон в студии 847-400-5200. Прежде чем я вам дам позволю говорить, я должен завершить мысль свою по поводу того, что происходило в Баффало-Гроф и того, что будет происходить в Вивинге по-моему в конце этого месяца. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить Флору Топ, которая была инициатором и организатором, то есть ей нужно было договориться с полицией, потому что все-таки мероприятие и так далее. Марта Гаврилов, Лена Рогински. В общем, замечательные женщины стояли, так сказать, у истоков всего этого мероприятия. Снимаю шляпу. Я надеюсь, что я узнаю, получу информацию о том, когда будет проходить следующее мероприятие. Я смогу об этом рассказать нашим радиослушателям. Это пройдет более массово, может быть, более организованно, потому что, может быть, подключатся какие-то еще люди, которые помогут организовать. И еще, что очень важно, это некий такой шаг к пробуждению, потому что, община наша отличается такой некой пассивностью. Игорь, тебе это знакомо, хорошо, ты точно знаешь. И вот то, что это мероприятие проходило, оно дает некую надежду в том, что народ все-таки просыпается. И год нынче непростой. На карте стоит слишком много, слишком высокая ставка. И если мы не проснемся, если то последствия могут быть трагическими. Просто трагическими. Сереж, что я хотел бы добавить в этой связи, все-таки, наверное, очень ценно, что вот это происходит в сугубо демократических штатах. Понимаете, когда я совсем недавно мне хороший знакомый рассказывал, он был в Норсдакоте где-то, какой к черту Black Lives Matter? Что вы, не найдете ничего близко там такого? Хотя чернокожие там тоже есть, но там нормальная жизнь и без всех этих идиотизмов. А вот у нас не надо отчаиваться и не надо думать, что все предрешено, что всегда так будет. У нас есть звонок, попробуй его принять. Добрый день. Слушаем. Добрый день. На Ютьюбе видел такую информацию, что в Лос-Анджелес вернили пять синагог и громили еврейские магазины. Вам что-нибудь известно об этом? было. Лена, пожалуйста. Да, это было. В Лос-Анджелесе это было. И это делает организация, которая называется Black Lives Matter. Потому что эта организация не марксистская, она стоит на четких позициях защиты Палестины, потому что интересы Палестины превыше всего. Это антисемитская организация, антиизраильская организация и ничего удивительного в этом нет. Удивительно то, что полиция никого не смогла защитить. и удивительно реакция местных евреев тоже удивительная. особый случай. Извини, Лен, давай мы примем звонок, попробуем ответить. Слушаем вас. Алло, добрый день, здравствуйте. Говорите. Понимаете, проблема в Америке из-за вот этой бактерии коммунизма началась в далеких 50-х годах, когда такие, как сын Хрущева, как внуки Брежнева, которые приехали сюда, были преподавателями, были бизнесменами, они пропагандировали все время, какой хороший социализм, но в СССР его нет, там что-то не то. Всюду, куда они приезжали, они всюду делали Северную Корею. И вот эту бактерию нужно истреблять в университетах, выкинуть всю эту марктистскую теорию, как просто спасибо. Спасибо за звонок. Спасибо за звонок, я вам отвечу. Как вы считаете, возможно сделать после 50 лет крутой поворот назад? Невозможно. Мы прошли точку невозврата. Нам приходится спасать наших детей в индивидуальном порядке. Я воспитала дочь нормальным, меняемым человеком. Она читает хорошие книги, правильные книги. Я считаю, я глубоко убеждена, что задача родителей не только обуть и дать образование в хорошем университете. Задача родителей это воспитать человека, который будет читать правильные книги и разговаривать с человеком, с этим маленьким, который вырастет большого человека и поймет, где добро, а где зло. Я хочу вам еще сказать, вы говорите, марксисты приехали, да, они давно появились. Если вы почитаете, кто такого, Ноам Хомский, вы почитаете, он преподаватель MIT, например, вы знаете многие имена вот этих марксистов, которые заправляют и заправляли, потому что только левая мысль на сегодняшний день практически является доминантной во всех университетах Америки, в каждой школе Америки, потому что в школах заправляют, если мы говорим о государственной школе, заправляют, профсоюз. Профсоюз это школа коммунизма, если вы не забыли. И есть еще такой фактор очень интересный, который я сегодня прочитала, то, что теперь в наших, начиная чуть ли не от детских садов и государственных школ, будут изучать движение активизм под названием Black Lives Matter. Что можно сделать? Что можно сделать? Поскольку это все идет за счет налогоплательщиков, за счет нашего кармана. Вы можете сопротивляться, вы можете писать, вы можете оспаривать, вы можете судить школу, если вы считаете нужным. Но я не уверена, что у вас получится, потому что вы не захотите испортить жизнь своему же ребенку, вы не хотите испортить карьеру, потому что они уже звонят. Вот недалее, как на прошлой неделе, я в своей передаче пригласила, в своей передаче я пригласила женщину, которая организовала большую группу в Фейсбуке, в которой 13 тысяч, Standing Up for NYC, Татьяна Давыдов. И ей звонили на работу, потому что у нас, оказывается, есть русскоязычная группа, которая называется русскоязычные for BLM, и вот они очень агрессивно сканируют, что пишут в группах, скажем так, республиканского или консервативного толка. Они ходят по аккаунтам, и потом они звонят на работу. Они позвонили этой Татьяне на работу и потребовали, чтобы ее уволили. Значит, то, что мы собираемся делать, мы собираемся сейчас искать адвокатов, и, кстати, я думаю, что нам нужно объединяться не только Нью-Йорк с Нью-Йорком, а Чикаго с Чикаго. Нам нужно делать общенациональное такое движение русскоязычных американцев в поддержку Конституции, в поддержку полиции, и наша группа Blue Tuesday, она как раз этим и занимается. Мы объединяем, недалеко две недели тому назад мы провели такой общеамериканский мост, потому что у нас принимали участие и западное побережье, и восточное, и Флорида. Увы, Чикаго не было. Очень бы хотелось Чикаго видеть на карте тех, кто борется за права, наши права. Я лично сейчас поддерживаю и веду переписку с группой семей, у которых полицейские были дети, мужья, жены, были. Это погибшие полицейские. И мы хотим проводить акции памяти в тех местах, где эти полицейские погибли, вместе с семьями и с полицейскими. Это очень важно, потому что у нас есть контракция, которая называется Blue Lives Matter. Blue Lives в поддержку полиции. А самое главное, есть очень много инициатив, и хотелось бы, чтобы к этим инициативам в общем-то присоединялись люди, чтобы это не был протест одиночек. Хотелось бы, чтобы это был общенациональный протест. Я сейчас вас информирую. Я очень бы хотела, чтобы люди все-таки встали уже с дивана и ну хоть что-то сделали. Я думаю, что здесь очень важно одну вещь заметить, что никто одеяло на себя не тянет. Господа, ведь участие в Нью-Йоркских делах, в Лос-Анджелевских или в наших чикагских неважно. Главное, участвуйте, будьте, и тогда все придет, и тогда единомышленники таким образом и объединятся. Сереж, что ты скажешь? Давайте звонок примем, люди долго присутствуют. Давайте, Марина. Давайте. Алло, здравствуйте. Я тоже. Здравствуйте. Я вам звонила в прошлое программу с Иваном, и я вот сейчас слушаю с удовольствием Еленочку, и забыла, извините, пожалуйста, но мужчина тоже очень умный. Я просто недавно не слушаю ваши программы. И вот я хочу сказать, что мы вот как-то раньше не сильно были обеспокоены бедственным положением белого населения в Южной Африке. Вы помните, какая-то была процветающая страна, какая-то была и вот они якобы мерзавцы вот так нас учили, заслужили свое наказание, таково вот это общепринятое мнение было. Мы предпочитаем вот мучительно раздумывать о лишении народов, вот как не я, о палестинцах, там, о африканцах, и сейчас происходит самое начало геноцида белого населения в Америке. Вот эти людоеды над национальной корпорацией, которые плевали на Америку, на Россию, на Украину, то, что сейчас происходит на Украине, они сейчас совершенно безапелляционно хотят уничтожить наше государство и устроить здесь Сомали, для того, чтобы было комфортно управлять банкиром и прочим. Они творят кризис, потому что единственный президент за последнее время, который не устроил войны, это Дональд Трамп. И поэтому даже если люди, которые говорят, а вот вы за Трампа, вот мы не хотим, это преступники. Я говорю, я могу ответить за свои слова. Потому что сейчас вот эти амбиции, они рассчитывают на наши вот эти амбиции, чтобы нас разрознить. Да, Трамп вам не нравится, но вам придется сейчас стать под знаменом Трампа. Если вы не хотите, чтобы здесь было черное Сомали, и чтобы черные ходили, выпинывали ваши двери, потому что полицию брать, это номер один для того, чтобы строить беспредел. Идите дальше. Спасибо вам большое. Извините, у нас просто есть еще звонки. Спасибо. Я прошу прощения. Я хочу обратиться к женщине, которая позвонила. Простите, я не знаю вашего имени. Я хочу обратиться, присоединяться к тем группам, которые уже существуют. Потому что что-то создавать новое, очередное, нет смысла. Уже создано. Уже больше месяца все это существует. Почти полтора месяца. Все эти движения. В интернете они есть. Эти группы. Вы только наберите Russian Speaking for Trump or for NYPD или Support the Police, вы увидите огромное количество таких групп. Я назвала только три очень активные в Нью-Йорке. Я могу вам сказать, что я очень благодарна Игорю Цесарскому, Игорю, я тебе благодарна за то, что ты печатаешь вот эти материалы и информируешь. И в журнале Континент это все есть. Я надеюсь, что у нас будет непосредственная связь с Сергеем, потому что нам нужно координировать такие выходы, такие, в общем-то, мосты и делать совместно с Нью-Йорком, приглашать другие города. Это очень-очень важно. Нам нужно... Вот есть мидия. Мидия всегда объединяет людей. Нам нужно говорить об этом, потому что капля долбит камень не силой, но часто падение. Лена, я тебе скажу на это. Нам нужно просто напоминать об этом постоянно. Лена, смотри, нас много. Я убедился в этом. Я раньше как-то на Калифорнию смотрел, как на рассадник вот всего левого, что только можно найти. Она неоднородна. Но интересная вещь. Я обнаружил для себя десятки групп, куда идут материалы континента. Самые, что ни на есть консервативного с толка. И поверь мне, там процентов 90-95 встречают их очень позитивно. И если кто-то вот так, чья-то головка так высовывается с какой-либо негативной критикой того, что пишется. Причем мы же не навязываем мнение, мы стараемся говорить фактами, в отличие от наших оппонентов, которые включают исключительно эмоции. конечно, исключительно эмоции. Я хочу вам сказать, что очень много людей, которые категорически не воспринимали и не воспринимают Трампа, все равно пойдут за него голосовать. Потому что, когда на чаши весов идет вот тот беспредел и тот хаос, который им предлагают, или Трамп при всем его, ну, скажем так, неоднозначном поведении, неоднозначных и не всегда последовательных действиях, ну, его надо воспринимать таким, как он есть. Но когда мой оппонент, ярый оппонент на протяжении четырех лет звонит мне и говорит, ты знаешь, меня так достали мои вот эти левые последователи, что я буду голосовать за Трампа. Потому что наступает момент, когда люди должны определиться. Вот у нас идет протестное голосование, очень многих было в 2016 году. Да у меня было такое, потому что я тоже не воспринимала Трампа и во многом не воспринимаю и сейчас, потому что я центрист и я категорически не воспринимаю Лена, извини, у нас есть звонок, я тебя перерыву, хорошо? Да, Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте, я хотел сказать такую вещь. Еще пару лет назад, когда я на ваше радио звонил, я примерно говорил о том, что может произойти, меня как-то со скепсисом послушали и все. Мое предложение такое, к сожалению, аудитория этого радио это уже физически не сильно мощные люди, это уже пенсионного возраста. Я говорю о том, что хотя бы, я это говорил раньше, хотя бы создать юридическую структуру, скажем, спортивно-оздоровительную, где были бы тренировались люди, которые могли бы, так сказать, вовремя у нас уже создается такая структура. Вот об этом я говорил так давно еще, понимаете, и все же пожилые же это уже не могут сделать, были молодые, которых можно тренировать. Напомню историю, что было в 30-е годах. Пожилые тоже сейчас покупают оружие, вы не волнулись? Да, делаю в оружие, вы меня извините, в Чикаго, ну что есть оружие, ну как его применишь, сам попадешь. У нас та же самая ситуация везде, где приходят в власти социалисты, а у вас то же самое, что и у нас. Мы братья по несчастью, и в наших городах, убежищах, пристанищах, как я их называю, всех отовсюду, очень много людей, против которых нужно бы применить иногда оружие, но вы прекрасно понимаете о последствиях, если вы примените. Они зато могут спокойно убивать друг друга. Вы знаете, у нас звонок или нет? Есть. Если нет, есть, Звонки не прекращаются. Пожалуйста, вы в эфире. Хорошо. Алло, здравствуйте. Добрый день. Я хочу девушке задать вопрос. Вот это все общественные организации, это сейчас на этом этапе, это все хорошо. Поддержка полиции, все приветствую, вот и да. Но нельзя ли сейчас создать новую партию про противовес республиканцам бескребетным, про демократов вообще молчу. Со своей программой уставы и так далее в полу Америки вступит сразу с членскими взносами, чтобы был банк, банки счет, люди будут взносить вот это. Как вы на это смотрите? Я за то, чтобы эта партия существовала, и за то, чтобы она появилась, и я за это уже не первый год и даже не десятый. Но, как оказалось, у нас нет пока что никакой такой силы, которая может противопоставить себя вот этим первым двум силам, потому что всегда full of the money. Смотрите, вот кому идут деньги. И вот эта партия, о которой вы говорите, да, она назрела, она нужна, но кто в этой партии будет объединяться? Те, кто ненавидит Трампа, они пойдут, и республиканцы отколятся от республиканской партии, но демократы все равно не придут. Потому что они у кого-то... Будем надеяться, Лен, что демократы выродятся и превратятся в социал-демократов, вот тогда будет интересно. На сегодняшний день они выродились, они просто превращаются в социалистов, открытых социалистов. И когда мне говорят люди, что вот мы пойдем голосовать за Байдена, потому что он центрист, я очень глубоко смеюсь. Центрист, который берет свою команду Аказио-Кортес и который опускается на колени перед бандитами и который поднимает лозунг Black Lives Matter, перестает быть центристом. Лен, у нас звоночек есть. Да. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, на мой взгляд, создание третьей партии, это на самом деле невероятно. Практически невероятное. И смысла даже нет об этом говорить. А вот что нужно делать, это нужно изнутри эту республиканскую партию привести в чувство. Вот, знаете, я вообще очень часто звоню и конгрессменам, и сенаторам, и пишу письма, и там я среди, так сказать, ста адвокатов Трампа пишу свои предложения и участвую, дам во всяких опросах и так далее. Я прошу прощения. А много ли таких? Я прошу прощения. Понимаете, вот в чем проблема. Я хочу вам вопрос задать. Да. Из тех тонн бумаги, которые вы написали, вы получили хоть один конструктивный ответ? Да, получила. Не один. А толку? А толку? Да, что значит толку? То, что я вот пишу в этих опросах, вот вы же сами тоже говорите. Вы немножко успокойтесь, вы немножко, успокойтесь, пожалуйста. У нас спокойно отслужение идет. Окей, вы тоже, между прочим, в таком же духе говорите. Ну ладно. Нет, но я спокойно очень говорю. Ну ладно, окей. Я хочу вам сказать, смотрите, мы должны действовать, как мне кажется, из того, что я уже вижу на практике, создавать вот такие маленькие ячейки, как бы, с предложениями, этнические, которые потом будут рассматриваться и работать с конгрессменом. Когда вы одна пишете, это голос единицы. Когда уже за этим голосом стоят как минимум тысячи, тысячи вам подобных, то есть нужны местные какие-то организации, там, русские в поддержку, русскоязычные в поддержку Трампа или еще что-то в поддержку Трампа или в поддержку чего-то, в поддержку законной порядка. Вот из этих организаций потом могут создаваться какие-то ячейки партийные, которые будут вливаться в общенациональные и уже это будет не связано совершенно там с русским языком, мы все американцы. Но их сложнее игнорировать, Лен. Дело в том, что когда существует структура какая-то, эту структуру сложнее действительно игнорировать, вот у нас завтра, например, очередная встреча с людьми, которые будут заниматься формированием вот какого-то общественного движения, общественного голоса, с которым придется считаться нашим же уже конгрессменом. Я могу сказать, я с удовольствием была на протестном марше и марше поддержку полиции с женщиной, которая в конгресс идет, она не первый раз уже, она политик правильный, хороший, Николь Малиатакис, она республиканка, хотя в Нью-Йорке республиканцам ну невозможно пробиться, абсолютно невозможно, но она пробьется, потому что на всякое всегда есть какое-то исключение, потому что я помню, что в Нью-Йорке после, например, Динкенса пришел Джулиани, и сейчас масса вот этого негатива по отношению к власти, она уже настолько велика, что люди пытаются искать где-то поиск ответов идет уже у той страны, которая, в общем-то, достаточно угнетенная, потому что ей не дают говорить. У нас каждый человек с консервативными взглядами уже подвергается обструкции. Нам очень тяжело. То, что вы я хочу вас поблагодарить за то, что вы неравнодушный человек, за то, что вы пишете, за то, что вы отстаиваете, но хотелось бы, чтобы таких, как вы, были не единицы, а были тысячи, и тогда наш голос будет услышан. Я сегодня специально выступаю у вас на радио для того, чтобы призвать вас не сидеть и не молчать, потому что очень важен сегодня не просто молчаливое большинство, которое идет голосовать, а говорящие, громко заявляющее большинство, потому что сейчас над этим большинством ставят просто исторический эксперимент. Я с вами согласна, что этот эксперимент закончится. К сожалению, времени не остается, друзья мои. И у нас время закончилось, и, к счастью, ничего не произошло, хотя 13-е, понедельник. Дай бог вам всем здоровья, продолжайте слушать «Народную волну», и до новых встреч. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!